Роберту Качаряну вернули судью Роберту Качаряну вернули судью Желающих рассматривать дело экс-президента в Армении почти не осталось 2. Газета «Коммерсант» номер 80 от 14 мая 2019 года, строение 6 В суде общей юрисдикции Еревана в понедельник началось рассмотрение дела экс-президента Армении Роберта Качарина, обвиняемого по делу о разгоне протестов в марте 2008 года Несмотря на решимость нынешних армянских властей отправить господина Качарина за решетку, процесс будет непростым Первым же шагом защиты стало ходатайство о самоотводе судей Давида Григоряна, что привело к переносу заседания на сегодняшний день Примечательно, что этот судья уже отказывался вести дело, но ему поручили вернуться к рассмотрению В понедельник в Армении была предпринята очередная попытка выбрать меру пресечения Роберту Качаряну Он обвиняется в узурпации власти за то, что в марте 2008 года, как отмечает обвинение, применил войска против мирных протестующих В результате этого погибли 10 человек, около 200 получили ранения Одним из участников тех событий со стороны оппозиции был нынешний премьер Армении Никол Пашинин, которому это стоило двух лет в тюрьме Этот факт придает делу Роберта Качаря на особую значимость для нынешних властей республики Между тем до сих пор попытки стороны обвинения добиться тюремного срока для бывшего главы государства сталкивались с серьезным противодействием Например, 27 июля 2018 года бывший президент по решению суда был заключен под стражу Однако уже 13 августа его освободили, ссылаясь на Конституцию, которая обеспечивает ему неприкосновенность Спустя несколько дней был наложен арест на имущество и банковские счеты господина Качарина 7 декабря 2018 года экс-президента вновь арестовали по решению апелляционного суда Политик не стал дожидаться принудительного привода в СИЗА и явился туда сам Но равно через полгода, 7 мая, Конституционный суд настоял на пересмотре предыдущего решения То, что господин Качарян сохраняет серьезное влияние, было очевидно В зале суда его встретили аплодисментами, люди скандировали слово «Свобода» Акция в поддержку экс-президента прошла и возле здания суда Кроме того, несколько дней назад с призывом изменить меру пресечения Роберту Качаряну Выступили президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики НКР, Бакаса Акян и один из его предшественников Аркадий Гукасян Руководил НКР в 1997-2007 годах Политики подчеркнули, что готовы дать любые публичные гарантии Которые будут необходимы для освобождения Роберта Качарина И его нахождения на свободе в течение всего предстоящего судебного процесса Отметим, что уже четверо судей отказались рассматривать дело Роберта Качарина Взяв самоотвод Это позволило защите экс-президента заявить, что судьи попросту избегают этого резонансного дела Все это привело к тому, что 8 мая Высший судебный совет удовлетворил ходатайство общего собрания судей И привлек двух судей к дисциплинарной ответственности Рассматривать дело поручили судье Давиду Григоряну, который также ранее брал самоотвод Как Россия отнеслась к преследованию бывших руководителей Армении Впрочем, на заседании сторона защиты предложила судье Григоряну взять самоотвод повторно По сути, это стало единственным значимым событием заседания Адвокаты апеллировали к тому, что прокурор Артур Давтян вошел в зал заседаний суда через служебный вход А значит, до заседания судья и прокурор могли видеться и о чем-то разговаривать Это может вызвать сомнения в обеспечении равенства сторон процесса Заметил адвокат и экс-президента Айка Лумян Мы представляем ходатайство, предлагая вам взять самоотвод Судья Григорян, в свою очередь, заявил, что не обязан следить за тем, кто и как вошел в здание И заверил, что не разговаривал с генпрокурором Но у защиты были дополнительные аргументы Например, по мнению адвокатов, судья не мог успеть прочитать многочисленные тома уголовного дела На что у него было всего шесть дней Также адвокаты обратили внимание на то, что на судью заведено дисциплинарное дело по поводу Не связанному с делом экс-президента Это давало основания полагать, что он может вести дело с оглядкой на мнение властей Но этот аргумент больше не актуален В понедельник пресс-служба высшего судебного совета сообщила, что Давиду Григоряну вынесено мягкое наказание Предупреждение, а значит, опасения исчерпаны Давид Григорян пообещал принять решение по ходатайству во вторник Если он примет сторону защиты, за дело Роберта Качарина возьмется уже пятый судья Айк Халатян, Ереван, Кирилл Кривошев Интервью Роберта Качарина о дружбе с Владимиром Путиным и борьбе за власть в Армении После того, как в Армении возбудили уголовное дело в отношении экс-президента Роберта Качарина Он решил вернуться в политику и превратился в главного противника премьера Никола Пашиняну Дополнительную интригу в противостояние вносит он, что господин Качарян считается близким другом Владимира Путина В интервью спецкору «Твердый знак» Владимиру Соловьеву экс-президент рассказал о том, когда он подружился с российским лидером и насколько их дружба крепка Почему уверен в своем успехе и чьим считает Крым Читать далее